Программисты с Сан-Франциско показывают, как действительно живут программисты в Силиконовой долине, самый высокооплачиваемый район. Многие лишились работы или просто так работают прямо в своих фургонах. И вот в таких условиях живут якобы высокооплачиваемые программисты в самом якобы высокооплачиваемой долине. В стране очень много пропаганды, поддерживаемой именно центральными следствиями массовой информации. Далее вы увидите ролик, который блокируется. Если вы его увидите, значит мне удалось этого сбежать. Все пропуски или немая речь, это моя корректировка в соответствии с сегодняшним временем. За это меня уже блокировали, но я попробую скорректировать и попробую выложить так, чтобы вы смогли посмотреть. Спасибо тебе за то, что ты здесь, Дэвид. В этом ролике я буду подтверждать слова Дэвида Айка со своей стороны. На примере мировой истории, дня сегодняшнего и лживости закона. Лживость закона это совершенно невероятная вещь, потому что она прослеживалась и времена раньше, и сейчас, и завтра. Будет так же точно. Мой ролик, сделанный 6 лет назад по поводу убийства Кеннеди. Мой ролик о лживости убийства Кеннеди должен подтвердить слова Дэвида Айка о лживости всей массовой информации, которая в данном случае на протяжении многих лет, начиная с 1963 года, врала по всему миру. А вот этот человек, режиссер, которого я поместил в виде доказательства его лживого расследования и аргументов по поводу комиссии Уоррена, до сих пор имеет права на свою ложь. И предыдущий ролик, где был заблокирован частично на его лицо, так как его ложь имеет право на авторские права. То есть, этот лживый преступник, прикрывающий заговор убийства Кеннеди, прикрывая своим фильмом банду преступников, лжа и обманывая в средствах массовой информации, имеет на свою информацию право. Хотя, как я уже говорил, есть уже фильм в истории, который совершенно прямо говорит о лживости расследования Кеннеди комиссии Уоррена. Чтобы ввести зрителя в курс дела по поводу убийства Кеннеди и лжи об этом, я вынужден вкратце рассказать, что там произошло. Весть Финт заключался в том, что Кеннеди ехал по дороге в лимузине с шестью человеками и сидел на заднем сидении. И проехал мимо вот этого здания, наверху которого, по версии комиссии Уоррена, где обозначен красный круг, сидел так называемый убийца Кеннеди, Ли Харви Освальд. И когда Кеннеди внизу на машине проехал мимо него, то выстрелив сзади ему, в сторону затылка, он убил Кеннеди. И комиссию Уоррена, он объявлен одним единственным преступником, одиночкой, сумасшедшим, который просто убил из ненависти президента Соединенных Штатов. Сама комиссия Уоррена, расследуя, установила, что пуля, которую выпустил Ли Харви Освальд, была единственная, которая прошила тела сидевших в машине. Остальные две пули были несущественны в нашем расследовании. Первая вообще не попала в Кеннеди, вторая якобы попала ему в голову, откроив кусок черепа. Однако вот эта пуля, выпущенная из берданки, древней берданки Первой мировой войны, которой ты стрелять не могла как следует, вот эта единственная пуля прошила двух человек невероятным образом. Было это вот как, по комиссии Уоррена. Волшебная пуля вошла президенту в спину, отклонилась вниз на 17 градусов, затем она вышла из тела Кеннеди в районы шеи. Это рана 2. Зачем? Через какое-то время она вышла из тела, повернула направо, потом налево, потом направо, потом опять налево, и вошла в тело Кеннеди в районе задней подмышки, рана номер 3. Потом пуля поминувала вниз, зацепив ребро Кеннеди, и вышла с правой стороны его груди. Потом она, повернув направо, вошла в правое запястье Коннели, рана номер 5, расщепив лучевую кость. Потом пуля вышла из запястья раны номер 6, сделала полный разворот и ранила Коннели в левое бедро. А потом она оттуда из этой раны выпала и была найдена рядом с лежавшей на носилках вместе с Кеннеди. Никогда за всю историю стрелкового оружия не было такой удивительной пули. Теперь обратимся к фактам, которые скрыла, оболгала, извратила комиссии Уоррена. По факту, вот эта карта, там где проезжал лимузин Кеннеди, двигался он по черной линии. Она делает странный изгиб по дороге, хотя могла проехать прямо. И вы видите, что упирается эта стрелка черная в железную дорогу. Там был мост спереди движения. Так вот красная точка, это красное пятно, это там где сидел Освальд. И когда машина проезжала по черной стрелке, тут написано место убийства, где проезжал Кеннеди в лимузине, то он, Освальд, выстрелил сзади вот той пулей, которая летала, пробила двух человек в разных местах. Помимо независимых исследователей, которые расследовали убийство, помимо мнения многих наблюдателей и жителей Соединенных Штатов, я установил собственные дополнительные доказательства, которые показывают, как происходило убийство. Сделал я это на фоне пленки, настоящей пленки запрудера, которая была опубликована в средствах массовой информации, на которой видны помехи, на которой специально черным карандашом, черной краской наносились затемняющие штрихи. Полосы специально наводились, чтобы не было доказательств. Но так как они явно были сделаны таким образом, что видно было, что это не хаотично, а наносились они именно каким-то фломастером, чем-то подобным, либо кисточкой, это очевидно. Я сейчас вам покажу. То я совершенно для себя точно знаю, что выстрелы, когда проезжала машина Кеннеди, происходили и справа от машины, и слева от машины, и спереди. То есть Кеннеди был расстрелян почти в упор, с близкого расстояния, как минимум тремя командами, которые находились по три стороны проезда Кеннеди. Спереди, с моста, был выстрел последний ему в голову, справа по ходу движения выстрелы были с холма, а слева выстрелы были, я подозреваю, потому что след от пули остался на щеке по ходу движения машины Кеннеди, который я вам покажу, который тоже был замазан краской. Но визуально можно видеть, как я уже сказал, что это не механические повреждения пленки. Я вижу в этом специальные затемнения, затонирования реальных отблесков, отходящих искр или огня, в одном случае при выстреле из оружия, в другом случае при столкновении пули с металлической преградой. При быстром просмотре пленки, как вы можете набрать в интернете, вы не увидите помех, нарисованных карандашом. Но если вы зайдете в какой-нибудь видеоредактор и так замедлите съемку, и если еще найдется тот вариант, который имеет эти помехи, а не заделанные полностью материалы, то есть ближе к оригиналу, то вы увидите, как и я, что справа карандашом был замазан какой-то выстрел. И оригинала у меня не сохранилось, остался только кусок увеличенный. Но когда я смотрел в оригинал, то было очевидно ясно, что линии, расходящиеся от центра, это части выстрела, то есть какие-то огонь отлетающие, издуло. И поэтому я очевидно вижу, что из-за забора с правой стороны по ходу движения лимунидов с Кеннеди был сделан выстрел, по крайней мере один. Слева по ходу лимузина был сделан еще как минимум один выстрел, навряд ли один, но одна пуля попала в дорожный знак. Он находится на двух столбах, типа металлического удлиненного плаката. На реальной съемке этого момента, проезда лимузина около этого плаката, не на каждом это можно найти. Поэтому я брал разные места, опубликованные в разных местах, соединял и смотрел. И увидел, что на плакате, на краю этого плаката, зарисован штрих, большой жирный черный штрих. Это явно не может быть помехи, это больше похоже на карандаш. И сопоставляя с другими, искал, на каком же и от чего этот луч может идти. И сопоставив эти картинки, и убирая эти лучи затемненные, на одном из видео я увидел как бы точку, выпуклость на металлическом этом знаке, что если предположить, что был выстрел, и пуля попала в этот знак, то она сделала выпуклость, а от него полетели искры. И вот один из следов был замазан вот этой черной полосой. Для меня это очевидно, таких совпадений не бывает. И выстрел спереди, в голову, очевиден на самом центре пленки Запрудера, когда у президента происходит выстрел спереди по ходу движения. На самом-то деле подставной Освальд, который якобы был одиночкой, он в этот момент находится сзади Кеннеди. На видео Запрудера совершенно точно видно, что пуля летит спереди, вбивается его в череп, и откалывает часть черепа, который отлетает назад. И по движению автомобиля, по строим крови, и по влетающему предмету в голову, совершенно очевидно, что выстрел этот производится спереди. Выстрел слева мог быть произведен вот характерно с фотографией, на видеопленке Запрудера видно, что тут есть характерная группа с двумя охранниками по бокам, то есть их четыре, мужчина-женщина. И в центре человек, сутящийся как стетхим. Либо он направляет стрелка, либо может и сам выстреливает. Кстати, он в дальнейшем тоже затемнен, и на него наложены помехи в некоторых из пленок. Но вся информация скрыта была из общественного пространства на много-много лет, оболгана, вот эти вот предполагаемые мной следы выстрелов были затушеваны, вырезаны некоторые кадры, это 100%, в ролике у меня там подробно. И этот ролик Запрудера был с приложенной к ней лживой информацией опубликован для общественности, которые не имеют права голоса, конечно, на больших средствах массовой информации. И пропиарена эта история о убийце-одиночке Освальде на весь мир. И это установила Государственная комиссия по расследованию преступлений президента Соединенных Штатов во главе с Оорреном. Фактически, ложь, распространяемая на весь мир, до сих пор вот только в первый раз я увидел, что это все было вранье по общественному телевидению. Хотя для большинства думающих людей это было очевидно еще с 63-го года. Надо понимать, что это вранье такого глобального масштаба как нельзя лучше подчеркивает слова Давида Айка, которые он все время говорит, что вами управляют несколько человек и делают с вами все, что хотят. Этот разговор будет не прослушивание речи Дэвида Айка. Я думаю, есть большая часть слушателей Дэвида Айка, которые вообще не понимают, о чем он говорит. Часть его слушателей перебрасываются совершенно в другую тему, относят его к религии, к религиозным каким-то восприятиям. Сам Айк о религии говорит однозначно, что это оглупление человеческих масс. Есть еще одна часть слушателей, которые обвиняют Айка в том, что он ничего не делает, говорит все время одно и то же, и речи его похожи скорее на купленного человека западным капиталом, который распространяет пустоту и пропаганду. Это неудивительно, ведь этот ролик, начало которого вы видели, я не могу опубликовать полностью, его два раза уже блокировали, и когда закончатся мои два бана в мае месяце, мне понадобится еще много сил, чтобы там все отредактировать, так как хочет YouTube, и может быть тогда я смогу его выложить. Что я еще заметил, самая ценная для меня информация, которую говорит Дэвид Айк, почему-то в основном не ценно для моих зрителей, потому что на это именно самое ценное, по-моему, меньше всего просмотров. Я связываю это с тем, что общие фразы, которые, в общем-то, даже через дух на жизнь никак не влияют, а влияют как бы на отрыв этого мира, они вызывают большее сочувствие, сопереживание. Видимо, люди вообще не верят, что в жизни можно что-то изменить. Ну, конечно, если вы все вместе, а каждый для, а по отдельности может пытаться для этого жизнь не создана у каждого отдельного человека. Ну, что толку слушать Айка, если для большинства слушателей не доходит то, о чем он говорит? Для меня Дэвид Айк похож на героя книг Карлоса Кастанеды, по-моему, его звали Хуан, воин духа, стремящийся познать сущность этого мира. Айк говорит о том, если у человека не будет собственного духа, то он остается рабом по жизни. В одном из роликов, когда он выходил из себя, он даже все население называл баранами. Когда население и часть из них, слушатели Дэвида Айка, слушают про то, что человек живет в рабстве, они почему-то сразу воспринимают это как оскорбление. Как будто бы любой человек, осознав это, что он живет в рабстве и захочет стать свободнее, это крайне его напрягает. И человека, который предлагает ему стать свободнее, расценивает как своего врага. А ведь если он почерпнет из жизни, что до сих пор не знал, что не знал, то то го, как слушал Айка, если до него дойдут речи, то он станет свободнее, и жизнь его будет лучше. Ведь если много людей станет свободными, и они будут общаться друг с другом, они не будут друг друга обманывать и обворовывать. Ведь на земле много богатств, много ресурсов, и жизнь у них у всех станет лучше. Да, это невозможно. Да, это нереально. Но это же не значит, что предложение жить лучше расценивается как оскорбление. Чтобы этот человек, которому говорят, что ты живешь в рабстве, а вот что такое свободный дух, внутренний дух, чтобы ему это понять, необходимо, я считаю, привести какие-то примеры духа, открыть глаза на мир. Если слова Айка однозначно ему это не открывают, раз столько много противоречий, они готовы слушать его часами, но совершенно не хотят слушать смысла его слов. В этом ролике я со своей стороны хочу приоткрыть другую часть мира материального, который, на мой взгляд, очень хорошо показывает, в каком мире находится большинство людей, которых держат в рабстве, в реальном рабстве, и что дух позволяет им из этого рабства пытаться выбираться. Неужели вы можете на раз-два стать свободными? Да может никто, вообще все никогда не станут свободными. Становится более свободен только тот, кто осознал и хочет своей личной свободы. Никогда не будет свободы для государства, для большой группы людей, для родины, для государства. Это грубости, это полный бред. И вот чтобы осознать, что стремление реального духа, о котором говорит Айк, дает некоторые крылья, дает, открывает глаза на мир, для этого я и создаю этот ролик. И покажу это вам на примерах конкретно визуальных. Невозможно сделать большую группу людей свободными. Свободен может быть сам по себе один единственный человек. У него могут быть такие же свободные друзья, которые разделяют ценности свободы и вместе они не на фоне материального сотрудничества, а вместе они по идейным идеологическим соображениям личной свободы каждого. В большой человеческой группе всегда присутствует иерархия, кто-то старший, уважаемый, кто-то козел отпущения. Такие группы не свободны быть группами свободы. Такого не было никогда и никогда не будет. К свободе может стремиться каждый индивидуум и никогда все вместе. Если их много, то свободен каждый в отдельности. Свобода безусловно не нужна всем, но в том то и дело, Айк об этом говорит, потому что ему нужна свобода. Пока мы видим, что свобода в его словах. Он может выражать свои мысли, но другого метода никто не придумал. Если нет свободы даже в словах, как может быть свобода в делах? Айк ездит по всему миру и распространяет свой вариант свободы. Это уже что-то, но конечно свободен он будет тогда, когда ему не будут запрещать въезд в любые страны мира, когда не будут притеснять, когда за его ролики не будут блокировать, когда не будут вообще за что-либо блокировать. Разве обычному человеку, который живет в рамках всех запретов, разве ему будет для этого хуже? Ведь на самом деле именно он создает этот мир, именно он работает, он работает в магазине, он работает на заводе, он делает, собирает машину, он собирает компьютер. И если этот человек станет свободней, если у него не будет запретов на его язык, на его мысли, на его действия, ему же будет лучше. И вот чтоб это понять, а я точно вижу, что Ай говорит об этом, не важно, что он делает, даже пусть он будет трижды миллиардер, ведь это мысли о действии каждого в отдельности, никогда никто за кого ничего не сделает, поэтому эти мысли начало того, чего может быть или не может быть совсем. И сейчас на примере вот этого фильма я вам попытаюсь показать, что такое моральный дух, что такое в принципе дух человека, который понимает, что здесь происходит, который понимает, как над рабами издеваются, который понимает, что раб даже не знает, что он в рабстве и защищает свое рабство. Для этого я выбрал вот этот фильм «Ночь генералов». По мне это очень хорошо видно, как они жрут генералы, как они пьют, как они используют это население, которое считает, что они не рабы, но по действиям они только выполняют желания других людей, которые пьют, отъедаются и пользуют все по полной. В этом фильме я не пытаюсь привести какого-то героя фильма, как человека с примером его духа. Я пытаюсь показать, что происходит в мире и каждый зритель, который смотрит на этот ролик, именно он должен стать человеком, дух которого должен понять, что происходит и благодаря этого, понимая, проникая реальность в его нутро должен укреплять его дух. Действия происходят во время Второй мировой войны, во время насилия и террора германской фашистской армии, гражданского населения. В одном из городов происходит убийство женщины, проститутки. За расследование берется немецкий полковник внутренних дел, объясняя это тем, что эта женщина работала на разведку и, соответственно, шпионила за населением, видимо. Все генералы в шоке от расследования этого полковника, учитывая, что расстреливая тысячами людей и убивая целые города, они вынуждены подчиняться следователю этих действий. Уже с самого начала фильма преподается реальная ситуация той масштабной войны, которая неведома российскому населению. Здесь присутствуют и слова Солонина, который рассказывал, что у немцев были свои законы, что какая-то часть фашистского населения придерживалась каких-то законных норм, и при уничтожении миллионов людей расследование одного единственного убийства переворачивает просто представление человека, который не понимает, что происходит на этой земле. Фильм происходит по реальным историческим событиям подлинно. До такой мелочи, что даже описана смерть Роммеля, как она произошла. Поэтому, кто интересуется, поизучайте сами это и вы увидите, что я прав. Перейдя к действиям немецкой армии в фильме, мы видим, как обращаются подразделения армии, захватывая город с местным населением. Само расследование убийства вряд ли документальное. Фамилию немецкого генерала Танца я нигде не нашел. Это как бы образное воплощение определенных законов гитлерской Германии, которые действительно происходили и на этом примере как бы показывают отношение рас и сверхчеловека к второстепенным людям на захваченных территориях. По самому этому расследованию уже понятно, что все захватыванные территории и население на нем уже рабы, с которыми можно делать все, что угодно. В иерархии же именно германских законов следователь предъявляет претензии расследования к троим генералам, которые именно находятся в этом городе, где была убита проститутка. Один из которых генерал Танц. Такой фамилии немецкого генерала я также не нашел. Но то, что это определенная имитация настоящей жизни немецких генералов на захваченной территории, я не сомневаюсь, так как достаточно изучил историю. На территории Южной Америки в Аргентине были подготовлены специальные города, построенные на деньги фашистской Германии и большинство военных преступников были перевезены туда и до самой смерти продолжали запросто вести свою замечательную жизнь. Почти никто из ответственных за эту войну не оказался на скамье подсудимых. Переселение туда немцев способствовало Соединенные Штаты Америки. Достаточно почтительное обращение с европейским населением, в частности правительство Виши во Франции, подтверждает целенаправленное создание Великой Германии и армии Великого Рейха для того, чтобы вести именно идеологическую войну. Под прикрытием уничтожения евреев велась война, но уничтожение совершенно другой социальной системы, которая поднимала голову и в Западном мире, и в Европе, и в частности на большой территории земного шара совершенно другая идеология социализма во главе в то время со Сталином. Несмотря на это, фильм показывает, что и на той территории, где именно жили союзники немцев и в самой Германии всей этой системой машиной, которая получала громадное состояние, пользовалась только небольшая группа лиц, поставленная для создания этой войны, это высший командный состав генерала армий, которые при ведении боевых действий, уничтожении городов, выжигания кучу людских жизней, прекрасно жрали, пили, ели, все время во время войны. Роскошные баллы, роскошные пиры в данном фильме показаны во время 44-го года, когда война идет еще в полном разгаре. то есть даже в самой Германии есть привилегированная группа людей, которая именно заправляет всем этим, ради того, чтобы жрать, пить и есть, и получать именно физические удовольствия, при том, как своих рабов, будь то ихняя армия, состоящая из рядовых и младшего командного состава, уничтожает таких же рабов, которых пользует другое государство. Это беспощадная машина пропаганды и террора с обоих сторон. Во главе с небольшой кучкой людей непосредственно на фронте и теневой группой, которая создала эту войну, апеллирует теми лозунгами, подсовывает своим рабам такие лозунги, которые вы можете услышать в простонародье, в гражданском населении, у бойцов, идущих на смерть. И такая картина оболванивания маленькой группой людей, громадного количества насемления земли. Здесь подчеркивается тем, что генерал, основной подозреваемый в убийстве проститутки, пользуется привилегиями, какими только возможно. Он пользуется привилегиями всегда и во всем. Ему доступны замки для собственного проживания, галереи с мировыми произведениями искусств для единоличного посещения. И заметьте, вокруг одни рабы, отдают честь, почести и прислуживают. И это все немецкая нация. Нация якобы победителей, возглавляемая небольшой кучкой людей, остальные просто рабы. Генералитет фашистского рейха, как отображение всего человечества, преподан в этом фильме во всей своей красе. Мясник, генерал Танц, как и настоящие военные преступники, не то, что не получил никакой ответственности за свои уничтожения кровавые целых городов. С группой ответственных за эту мясорубку он прекрасно переезжает в европейские государства, что на самом деле и было с другими генералами вермахта и рейха. Безнаказуемо они жили и в Европе, а также в Южной Америке. Более того, окружающая среда относится к ним как к богам, и они по-прежнему пользуются достаточным уважением всего населения. Даже в то время, когда он жирует, также и пьет, и в сласть продолжает жить после таких кровавых убийств. Обвинение в убийство ему предъявляют два инспектора, один из которых инспектор Интерпола. И тут не обходится без почитания кровавого убийцы как бога. Генерал Танц предпочитает застрелиться, и ему дают такие почести. Чисто отношение к королю и их собственных слуг, рабов. В фильме показаны маленькие группки людей, которые не ограничены совершенно ничем. Вот в своих действиях по отношению к окружающим массам людей, как других стран, так и собственного населения. Такая война всего лишь как индикатор, а фильм как показатель, как отражение настоящей войны, показывает, как здесь устроено общество, и что все остальное общество фактически находится в рабстве, кроме отдельных личностей, которые правят бал. об этом собственно и говорит Дэвид Айк, и понимание этой войны, и понимание того, что война именно высветила взаимоотношения людей на этой земле, количество соотношений правящих и выполняющих, и что вы можете сделать с этим фактом? Давайте, предпринимайте что-нибудь кричащее, Швайк ничего не говорит. Если вам это знание не дает, вы если предпочитаете оставаться идиотом ради Бога. Умный человек отличается тем, что он понимает, что он чего-то не знает и не выдумает себе сказок. Наподобие демократического устройства, наподобие создания каких-то кумиров, он просто знает, что на данный момент нет решения вопроса. Но сильный человек, человек, человек духа, о котором я говорю, такие как Дэвид Тайк, по крайней мере призывающий к здравому смыслу. Вначале должны понять проблему. Только дурак хочет умереть идиотом, таким, как родился, если он таким был. Дураку неведомо причинности, составляющей этой жизни. Помните Грибоедовы, горе от ума, учатся только умные люди. Но они же все здесь создают, что на этой планете есть хорошего. И стоит помнить о том, как оно устроено все. Многим наверняка не понравится моя пессимистическая речь. А теперь вспомните, почему по-другому говорит Дэвид Айк. Вберов будущее полезно для здоровья. Вот он и принес радость тем, кто не хочет болеть. сегодняшнее строительство рабского мира на мой взгляд должно быть видно любому человеку. Рабство же никуда не исчезло со времен рабского строя. Просто для максимальной эксплуатации доселения помогла пропаганда по всему миру. Вы, наверное, помните, как вас учили, что труд раба непродуктивен. Поэтому кучка правителей мира проталкивала в умы населения мысль о том, что они не рабы, а граждане, на самом деле имеющие над собой власть, которые, как бараны, должны ходить на выборы. А кто там будет? Это же они выбрали, а хоть каждый из них не знает. Он может выбирать кого угодно, а править ими будет тот, кто будет. Неудивительно, что такое положение вещей не могло быть незамеченным. Поэтому оно и проявилось сегодня, оно нарастало с тех пор, как рос этот обман. Проявилось оно в отъеме сегодняшней собственности в той же Америке и по европейским странам. И в оплате труда нищенской сегодня такой, которая вряд ли была раньше. Это направлено на прямое уничтожение сильно расплодившихся рабов, которые называли все это время себя свободными. Ну, во главе всего этого обмана шагала милитарифтическая Америка. Как и говорил Владимир Ильич, высшая форма капитализма. Америка обманывала весь земной шар свободой, которая на самом деле использовалась для захвата территорий по всему миру. Заметьте, по всему миру захватила Америка. Просто не расчертила карту, что везде США для мира рабов, пока не начертишь карту и напишешь крупными буквами США по всему миру, они так и думают, что это не то рабство, как было раньше, как они расчерчивают раньше, как Римская империя на картах нарисовали, а сегодня рабам не нарисовали. Вот они и думают, что они свободны. Вы можете видеть сами, если захотите, сотни американских военных баз в любой точке земного шара, которые не принесли туда свободу и борьбу с социализмом. На самом-то деле под прикрытием ведется борьба с социализмом, социальностью. Алчная морда капитализма, напялив на себя маску социализма, размещает сейчас по всему миру рекламу, что стало хуже жизнь, потому что сейчас социалисты захватывают все вокруг. То есть это все сотворили эту нищету социалисты, социалист Байден, европейские социалисты Европейского Союза так запустили мир, что бедный капитализм вынужден сопротивляться плохой жизни, которую несут социалисты, которые называются с покон веков левыми, а капиталисты называются правыми, напялив на себя маску левых, они же так как все разграбили, и докатившись до такого состояния, может вы и знаете, со всех дыр сыпятся пропагандисты, которые вам говорят о свободе, о защите населения, о том, что вы не рабы, о том, что весь мир посыпался, они за права, как правило, они с бабками бегут куда-нибудь, награбившись, но они все рассказывают, а теперь они пропагандируют, что это социализм довел весь мир до такой нищеты, а вот капиталисты, те, которые сегодня, вчера, позавчера грабили и захватывали, капиталисты, они вдруг стали социалистами, и весь земной шар, вот докатившись до такого состояния рабовладельчества на сегодняшний день, это рабовладельчество, решили рассказать сказку, что они это капиталисты и есть социалисты, и они стремились в хорошей жизни, а секрет в том, что капитализм был, оказывается, отодвинут на задний план, то есть капитализм отодвинут, капиталисты задолбану, и население должно поддаться на эту приманку, на волков, напяливших на себя, овечье шкуру, вчера они грабили весь мир, сегодня они в овечьей шкуре, и они же теперь будут, то есть какая разница между Байденом и Трампом, две гадины, которые просто пользуют как туалетную бумагу весь мир для себя, Трамп Тауэры стоят, если в мире они стоят вокруг круины и нищета, они жрут и пьют, Трамп Тауэры это стоят в полной нищете за границами с пределами США, на смену просто одного волка Байдена должен прийти другой хороший Трамп, который якобы восстановит любимый и добрый капитализм, и снесет наконец-то социалистов, которые вот прямо так все разрушили, под личиной якобы бесплатности для населения, для нищих, вот они грабеж этот устроили, и я так думаю большинству рабов, и непонятно, что за фигню они несут, что за пропонос словесно они несут, а кто-то и поддается, теперь они запросто тех же правых называют левыми и ведут борьбу, это также две партии в США, которых никто не выбирает, которые ставят от своих партий каких угодно представительств, а это единая партия небольшой группки капиталистов, которые гнобят весь земной шар, и центр этой системы мировой капиталистической находится в Вашингтоне, тут все сходится, такая же иерархия, как при царе, только на новый лад, это американский империализм, высшая форма капитализма, в какую бы страну не заходил американский империализм со своей армадой военщины, оставлял после себя разруху и нищету, все пожирая только для небольшой группки богатых людей в самом же капитализме, там их единицы, они жрут всех, вот только я недавно узнал, потому что информация, видимо, тщательно затушевывается, что оказывается, в Сирии, твою мать, бесплатная медицина, вот почему Сирию пытались уничтожить капиталисты, они боятся идеологии социальности, потому что если мир осоздав, что без права народных нас власть капитала может пасть, и это главная, главная идеология, если падет личина этого капитала, как двигателя человечества, если население осознает, что капитализм это несколько людей, обожравшихся и продолжающих не только эксплуатировать, но и уничтожать население, сам капитализм может пасть ихняя цитадель, абразура, на которую они повесили и демократию, и продвижение, улучшение мира, и лучшую жизнь только при капитализме, они навесили на этот капитализм как благо для всего человечества. Был уничтожен ради этого и Каддафи, Лилия погрязнула в разрухе, и убийство Каддафи, в прямом эфире, мать твою, наблюдали эти некрофилы, приближенные капиталистов, поставленные на власть из Америки и, по-моему, Евросоюза, в прямом эфире эти мрази сидели, и эти полулюди сидели и смотрели по телевизору, как их опричники убивают Каддафи, это что такое? Это труппожорство. Был разгромлен Хусейн в Ираке, который не создавал атомного оружия. Это была громадная афера ЦРУ. И была призвана уничтожить любые социальные проявления и навязывание рабского мира, который всегда был рабским. Чтобы ни один таркан не догадался о том, что все делает капитализм. И именно капитализм построен на сегодняшний день, во главе которого стоит маленькая кучка вечно жрущихся плодящихся костюмов, как об этом говорит Дэвид Айк. Во времена перестройки западный капитал, в частности американский, взял с себя ношу осчастливить бывший СССР. Очевидцы, ставшие свидетелем этого осчастливения, хлынули, свидетельствуют, что в СССР хлынули кураторы из Европы, кураторы капитализма из Европы и Америки, чтобы поставить социальный, социалистический мир, социальность была, она была, квартиры давались, кое-как, Хрущев строил дома для каждого, какая бы ни была страда, но была социальность, но единственная цель капитализма была уничтожить социальность и посадить бандитов на все сферы правления, уже существующие, те нелегальные бандиты, которые были в социальной сфере, и легальные в коммунистических партиях, которые сформировали вокруг себя кормилку для самих себя, то есть они капитализм сажал именно только уже имеющихся бандитов во власть, но легализовал бандитизм, фактически государственный бандитизм, так же, как в Америке легализована коррупция, называется это лоббизм, просто все проплаты бабками на незаконность действий и проталкивание кандидатур любых от самых уродов заносятся большие крупные деньги, и это называется лоббизм, это легализация коррупции, так же этот капитализм легализировал бандитизм, вот почему в перестройку стала нищета, у населения было все отобрано, даже их последняя нищенская работа, бандитизм, а вся власть была дана реальным бандитам, на тех людей, которые в тот момент на самом деле держалась власть в руках, и они пользовались этой без всякой Америки, а вся Америка всего лишь легализовала бандитов только с одной целью, чтобы сливки с этих бандитов качать для себя, для своей системы капитализма, в которой во главе стоят несколько людей. Вся система американского капитализма состоит в том, чтобы легализовать бандитские группы, сделать их правителями на местах, и как сюзерен править вассалами, получая выгоду с рабских территорий, главными в которых будут уже не утвердившиеся бандиты нелегальные, а оставшие легальным. Прежде всего эта цель была у США войти в страну, поставить бандитов у власти, те, которые были нелегальными и сделки легальными, и качать все ресурсы. Свои страны вот почему при перестройке в СССР были требования, чтобы каждая уборщица знала английский язык, а у населения было отобрано все, что они имели. Даже в Москве, на Пушкинской театр, туда приезжали французы, оккупировали театр, ни одного русского туда не пропускали, туда въехали французы, и они праздновали победу над социализмом, жрали и пили, их с русскими обращались, как с неграми, их просто туда не подпускали. Если процедализм это был театр, можно сказать, народный, туда заходил каждый, то нет, они там ресторан устроили, посиделки, жрали, пили. Если бы вы видели, как они обращались с русскими, они практически до входа плевали их в морду, сделали отцепление, это в нищенские времена, когда люди ходили голодные по улице, когда море людей, старых, стояли, продавали то, что сделали дома, картошку сделают с курицей и продают. Все дороги были усыпаны, продавали сигареты, продавали все, что могли, нищие, в холодильниках у них не было ничего. Если кто-то к ним заходил, открывал складывание, пусто, они брали где-нибудь, надыбывали сигареты и становились на дороге. Вот, что было сделано так называемая группа перестройки. Группа перестройки это были бандиты, которые были уже у власти. Они легализовались при помощи США и Евросоюза, стали, единственное, что они не сделали с нищих этих, не брали налоги, хотя американская приезжающая группа, которая переделала здесь СССР на капитализм, они говорят, вы почему не берете налоги? Вся страда нищая, без работы, а требование американцев было дать, берите с них налоги, они должны за все платить. Теперь, конечно, когда эта личина для многих снята и когда капитализм проявил свою отвратительную харю, можно хотя бы об этом сказать, нельзя, обо всем другом, ну хотя бы об этом, мать твою, можно. И население, рабское население, и в Европе, и в США, по всему земному цару, говорили, что они свободные люди, ведь они всегда были рабами, и рабство заключается не в том, что все рабы, я всех полил грязью, всех обозвал рабов, да нет же, я говорю, что любой, находящий в рабстве, может осознать, может осознать, где он находится, и если он не может изменить что-то, ну, он может хотя бы что-то делать для себя, без всякой так называемой, вот поклонению навязанным постулатам. Закон? Превыше всего у нас соблюдать закон. Какой закон? При СССР за валюту сажали в тюрьму на 15 лет, а то и расстреливали, а сейчас доллар. Люди-то те же, ту же еду едят, так же плодятся, так же работают, только вчера их за это убивали, а сегодня им можно, но только теперь у них нет этого. Можно, когда нет, что такое раб? О, если вчера нельзя, а сегодня можно, но нет, по другим причинам. Сейчас свобода, поэтому у них ничего нету, блин. Что на самом деле было характерным для убийства президента Кеннеди в США? Это латмусовая бумажка для всей мировой системы империализма. На самом деле Кеннеди был уничтожен в связи с тем, что правящее большинство в США, правящее большинство поставили на это и руками ЦРУ просто расстреляли Кеннеди, который казался угрозой их столпов капитализма. Вчера я смотрел новый фильм, показанный по хистерии, называется он «Убийство Джона Кеннеди», в котором говорится то, что никогда не говорилось прежде. Сколько лет группа американцев составляющей как минимум ну я думаю может быть не изменяет память, но говорили, что 60% американцев не верят в убийство Джона Кеннеди каким-то придушным одиночкой. Не специально инсценированное это было, не специально группа ЦРУшных спецназовцев была отправлена чтобы расстрелять Кеннеди в убор спереди со стороны там везде. А именно какой-то придурок который стрелял с здания учебников на 6 этаже и с какой-то старой берданки расстрелял в Кеннеди так, чтобы у него дырок на море и боск отлетел. Вот вчера я ну или позавчера я увидел этот новый фильм когда наконец-то сколько лет мать твою прошу в 63-го года наконец-то говорят о том что вся эта комиссия Уоррена была враньем. Вся эта история о субийстве Кеннеди Лихаро Лосвином была полной брехня. Переделаны дырки в Кеннеди. Все это было выдумано что одна пуля летала как сумасшедшая из решетила там в машине и Кеннеди и Конноли там и всех на третье и это произошло лет-то прошло всего ничего а население так и живет с этим их просто пользуют как хотят. Я этот ролик сделал 6 лет что ли тому назад Джонсон Джонсон пришедший власти сразу после Кеннеди и возглавляющий этот заговор расстрелов Кеннеди такой овечка сколько фильмов наделан как он порядочный неприличный человек а ведь он когда ехал вслед за Кеннеди перед тем как Кеннеди начали расстреливать буквально за 2 минуты перед выездом на площадь ставил себе наушники и включил радио погромче он знал в каком месте и как будут расстреливать Кеннеди и об этом население конечно не знает демократическое население соединенных штатов строит замечательный капитализм счастья американскую мечту для всего американского народа а практически его распространяет это счастье на весь мир так вот в этом фильме сейчас рассекречены твою мать народ живет масса на всем новом шаре им можно засекречено когда рассекречивается и нельзя потому что они не могут знать о своем счастье всю жизнь не знают о своем счастье потому что если они его знают они станут несчастными и оказывается есть целая группа лиц и оказывается это что на самом-то деле война против Кеннеди убийства группой заговорщиков которые составляют люди которые в руках которых действительно находится власть сажают любого президента и продолжают всех доить как коров выдаивая из них молоко и вот этим группам как раз не по нутру была социальность распространяющаяся на Кубу это социальность потому что рядом с собой терпеть социальность это угроза самому условию создания капитализма когда любой раб должен думать что он свободный человек работать как корова с которой и как баран с которого снимают шерсть выдают молоко и думать что именно это счастье есть на земле и никакой социальности ну конечно же из ФССР своим самым понятием несет социальность поэтому Кеннеди который сдал перед напором на Кубу он должен быть уничтожен вот в чем смысл был тогда убийство Кеннеди что Кеннеди нужно было уничтожить как угрозу устоявшемуся капитализму такая жирная харя капитала когда всех поносят рассказывать сказки все барабаны на земле вдруг это может стать угрозой так как Кеннеди отступил перед кубинской революцией ну это говорит фильм я то об этом узнал всегда а вот фильм показывает это прямо сейчас публикуется а знаете почему это сейчас можно смотреть да потому что те которые сейчас сидят они прекрасно знают что опять же эти жиробы по всему миру никак не соединяют ту группу которая убила Кеннеди Соединенных Штатов держащая власть она также существует и сейчас и она же публикует эти фильмы она уверена что мозг рова не проведет линию от сегодняшнего дня к тому что было то в 63 мат году сейчас же другая жизнь другие люди никто за это сейчас не ответственен все прошло и так же и есть так тысячелетиями из поколения в поколение рабы думают что уже кончилось хотя это никогда никуда не кончалось а Америка страна все равно как не говорит стремящаяся в будущее кто создал компьютеры кто стоил прекрасные автомобили кто создан кто создал много технологий все равно это было создано под руководством вот этих единиц таких как Маск Рокфеллер Ротшильд ну те которые бабки на самом деле есть ну Маск конечно ставленник там понятное дело но фигуры истинные они прячутся они никогда не показываются наружу все равно созданы технологии тут как ни крути никакого социализма коммунизма капитализма ничего нет этого для людей которые понимают что здесь происходит и коммунист может родить о том чтобы вокруг него росли цветы и капитализм но группа капиталистов не может так же как Иосиф Виссарионович окружал себя вокруг приближенными и создавая уничтожение своих подчиненных рабов масс вот этих больших масс населения он заставлял своих подчиновных подписывать бумажки на расстрелы на наступление на все тем самым он повязывал всех его нельзя было арестовать Сталина его нельзя было судить потому что вокруг него все работали на него и они подписывали это все если бы они захотели что-то опубликовать публично они первые стали бы преступниками Соединенные Штаты переняли это же чисто человеческий мировой опыт это не теория социализма или капитализма как думают населения вот назови этот строй и все пойдет по другому назови одно другим и все пойдет по другому нет жизнь никогда не начиналась она никогда не прекращается все системы истинных ценностей взаимоотношений людей всегда остаются одинаковыми так вот капитал повязывает себя всем те кто держит власть в Америке ставят Сенат президентов и повязанные теми жуткими убийствами по всему земному шару они повязаны потому что они подписывают СРУ эти законы правила наступления о бомбардировках о уничтожении вьетнамского населения о уничтожении еще какого-то населения когда ковровые бомбардировки просто устраивали геноцид во многих местах земного шара поэтому это та же система чем Сталин пользовался во время СССР США тем же самым в Евросоюз тем же самым пользоваться сажает группу своих рабов в Евросоюз сажает в Сенат и манипулирует ими они все подписывают соответственно они не могут выдать они купаются в деньгах они сидят в креслах подписывают сраные бумажки знаете мне нравится как не говори а сказано точно выковыривают из носа и размазывают под своим бумажкам хотите слушать Дэвида Айка да ради бога слушайте если у меня будет настроение желание и возможность если не будет счастливый капитализм в образе YouTube блокировать каждое слово что он там разрешит неизвестно почему бы ему не посадить меня в тюрьму например не может да сволочь потому что здесь нельзя а в Америке наверняка там то ли можно то ли нельзя не важно что может быть и не сажают в Америке но ведь посадят ведь то что сейчас было два года все якобы по своим соображениям сидели по квартирам не могли спокойно ходить по улице такого же раньше тоже не было а начиналось все с ошейников на каждом человеке когда в машине вы одеваете пристегной ремень когда это началось ведь странно да когда-то люди ездили без ошейников в машине мать твою но рабам этого не понять извините кто не дошел до этого так элементарно садишься в машину и пристегиваешь к себе ошейник ошейник Продолжение следует...